Здравствуйте! Не правда ли какая-то знакомая форма? А эти два? Правый и левый? Интересно, что первый запатентованный плоскорез Фокина тоже состоял вот так из отдельно нижней части и сюда приклепывалась изогнутая пластина для крепления к черенку. А что же это у нас такое? Плюс-минус сто лет назад был очень популярен сельскохозяйственный инструмент с маркировкой Planet JR. Это сокращенное Planet Junior. Выпускала этот инструмент фирма S.L. Allen & Company из Филадельфии, американский штат Пенсильвания. Это были вот такого плана ручные инструменты, которые состояли из колеса, основной станины, деревянные ручки. В данном случае здесь уже они истлели от времени, хотя все стальные части очень в хорошем состоянии. И насадки. В данном случае здесь стоит плуг, но точно также сюда крепился это стандартное крепление плоскорез. Эта фирма была основана в 1868 году и закончила свое существование в 1968. Они постоянно работали над усовершенствованием своих инструментов и в данном случае это самый простой вариант на одну насадку, а были также и для двух, трех и более насадок. В частности вот эти два плоскореза работали параллельно, там где можно было прикрепить две и три и более насадок. И этот уже просто поразительно похож на плоскорез Фокина. Вот это зауженная форма, этот изящный изгиб. Если сюда прикрепить черенок, то получается практически то же самое. Подрезание земли, кошение травы, бороздки. Видел ли когда-нибудь Фокин эти плоскорезы? Мы не знаем. И спросить его об этом уже не представляется возможным. Может быть он на основании своего опыта автономно пришел к точно той же формуле, которая была разработана для Planet Junior в конце позапрошлого, начале прошлого века. Удачи вам и новых знаний!